Азербайджанская республика В этом гугарском районе не идет ни в какое сравнение с Сумгаэтом. В Сумгаэте мною арестовано, санкционировано 96 преступников, обвиняемых. В последующем все они получили судебное решение по приговору суда, осужденных различным срокам наказания. Однако по гугарску, по кировакану, по ленинокану, по многочисленным убийствам, кроме того, по массовым беспорядкам в аэропорте Звардноц, по разграблению имущества войсковых частей, по грабежу на складах воинских частях, нападение на отделение милиции, на кабинеты ДОСААВ. В большом, огромном, в особо крупном количестве хищения, оружия и убийства, которых я перечислил, привлечено к уголовной ответственности в армии всего 4 человека. Это кощунственно, это невозможно об этом говорить, это позор для правоохранительной системы вообще страны и Армении в том числе. Как это можно, мы говорим о неотвратимости наказания, мы говорим о неотвратимости ответственности, бедные люди, невинные люди, каждый должен отвечать за свою вину, так? И каждый виновный должен привлечен к уголовной ответственности. По Сунгаевским событиям я могу сказать, что вот мы сделали раскладку из 96 человек, 12 были ранее судимые. Вы знаете, по национальному составу там был и армянин Григорян, который совершил несколько убийств, входил в группу по изнасилованию. Там были русские, там были лица другой национальности. Здесь около 20 осужденных, учащихся против училища ГПТУ. Два школьника, 12 ранее судимых, я сказал. И вот человек 10 неработающих. Я опять объясняю, что в Сунгаеве это зона, крупный город, промышленный город, с плохой экологической ситуацией. Элементарно возьмем даже случай, не связанный с Арменией. 160 трупов в ямварских событиях, 3 трупа при ГКЧП, 3 героя Советского Союза, все союзные похороны по центральному телевидению. И как будто бы 160 человек это не шахиды, это не люди, которые боролись за свободу, за независимость. Они хотели, чтобы военная диктатура не мешала волеизъявлению азербайджанского народа. Мы горе свое терпим. Мы умеем терпеть горе. Мы выдержали его и сейчас, когда смотрели последнее интервью прокурора Гаибова. Вместе с лучшими государственными и политическими деятелями Азербайджана, он погиб сбитым армянскими террористами в вертолете Ми-8. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok